Всем привет, друзья! Мирного и светлого неба над головой! Всем радости и добра желаю, мои хорошие! Значит, добавляются новые подписчики и спрашивают, кто я, где живу я. И вот сейчас кратко хочу рассказать о себе. Я грузинка с города Кутаиси, Грузинской ССР. Закончила 15-ю среднюю школу города Кутаиси, русский сектор. У нас в школе было 4 класса, 2 было русских сектора, 2 грузинских. Огромная школа была, да и есть она сейчас 4-х этажная. У нас 3 сестры, 1 брат. Значит, они все у меня живут в Греции. 2 сестры на постоянке, замужем за греками. Значит, один циалкинский грек, она жила в Тбилиси. Сестра моя выходила замуж и жила в Тбилиси с мужем и со свекровью. А меньшая сестра моя вышла замуж в Греции за местного грека. Уже 25 лет. У нее двое детей. Сын у нее служит. А девочка уже 23 года в Асуле. Брат тоже живет в Греции. Работают, живут. Здравствуй. Дай им всем Бог здоровья. И вашим братьям и сестрам всем долголетия, здоровья. И чтобы всегда были дружными и радовали друг друга. У меня двое детей. Две дочери. Старшая дочка у меня фельдшер по образованию. Работает на скорой помощи. А младшая у меня вот только ей 13 сентября исполнилось. 18 лет. Она студентка первого курса таможенное дело. Ну, в общем, вот так вот. Живу я в Северный Кавказ. Город Минеральные Воды. Недалеко от Минвод находится наше село. За 15 минут доезжаем до города. В городе я прожила почти 24 года. Но туда бы я уже не вернулась бы, друзья. Отвыкла от этого шума и суеты. Постоянной беготни. Вот как вышла замуж. И живу в селе. Село городского типа, что вышел сразу на асфальт. Большой сад у меня, огород. Хозяйством занималась раньше. А сейчас по состоянию здоровья не могу. В общем, вот так, мои хорошие. Рассказала я о себе. Вот хочу в октябре поехать в Грузию. Бог даст. Получится. С Божьей помощью поеду. Летом я не смогла поехать с детьми моими. Потому что жару я не переношу в дороге. Не могу я стоять на границах по пять, по шесть часов. Сами понимаете. Я бы не смогла. Ещё в такую прохладную погоду ещё скажешь, да, а в жару нет. В общем, хочу поехать навестить своих родителей на могилке. И, извините, вот, так как это наш долг, и по возможности кто сможет, может поехать и навестить. Ну что, поехали готовить. Для кетчупа нам понадобится спелые помидоры, чтобы хорошо спелые были. Далее, болгарский перец, яблоки и три головки лука. Вот тут, три головки лука. Далее, пять больших головок чеснока и полкилограмм горького стручкового перца. Тут яблоки у меня. В общем, всё вот это вместе соединяем в одну кастрюлю и доводим до кипения. Прокипятим минут десять и оставим до полного остывания. Видите, сами полетели. Вот так вот. Помидорчики. Так. Руками. Руками буду. Вот так. Всё сбрасываем. Лук. Вот так. Целиком. И отправляем чеснок и стручковый горький перец. Рыжечкой. И никуда не уходим. У меня кастрюля стоит на распылителе. Чтобы не подгорело дно. Ну вот, всё уварилось. Вот так вот. Мы должны всё превратить в пюреобразное состояние наших овощей. А запах уже стоит такой. Это не перед... Если бы камера передавала бы. Всё. Доводим до вот такого состояния. Отключаю. Охлаждаем. Ну вот. Остыли наши полуфабрикаты. И теперь будем всё взбивать блендером. Вот уже настоящий томат. Уже томат. Считай, готовый томат в пакетах, что продаётся. Вот так. Набираем в сито. Ложечкой протираем. Потом протираем хорошенечко. Вот видите, как проходит всё чистенько. Как будто мы их собирается вот так. И вот так убирается в стороночку. Следуем полностью до полного завершения. Вот уже с этой маленькой кастрюли переливаю в эту десяточку. И потом буду ещё варить. Вот так вот. Свой кетчуп. Хоть будем знать, что мы едим. А в пакетах покупаем, что едим, мы не знаем. Не знаем, что за консерванты. Что за красители. Всё. Вот так продолжаем, друзья. Далее встретимся. Вот, друзья. Минут даже 20 не посидела я. Всё. Быстренько. Ложечкой. Даже руки не вымазали. Смотрите. Чистенькие. Всё. Жмых. Сколько там? Килограмм жмыха будет. Ну да. Килограмм жмыха. Вот и всё. Теперь переливаем всё в большую кастрюлю. И ставим на огонь. И варим. Смотрите. Какая красота. Готовьте. Пока варится наш кетчуп. Показываю. Вот так. Какой. Смотрите. Густой. Смотрите. Какая гусь. Густота внизу. Вообще прелесть. Пока варим наш кетчуп. Будем жарить картошку. А как нам снимать пробу с кетчупа? Лью немножко подсолнечного масла. И кладу сливочного масла. Ну картошка на сливочном масле вкусная. И вторую часть. Всё. Будем жарить. Все любят жареную картошку. Вот такой у меня ключ. Вот так. Ставим. Сколько таких ключей дома? Если бы знали бы. Каждый год почему-то покупаем мы ключ. Не знаю. И вот так. Переливаем баночку. На попробовать. У нас это все любят. Это наш любимый соус. После тремали. Вот так вот. Ну тут ещё. Ещё где-то с литр будет. Ну вот. Это 5 литров. И ещё тут наверное литр будет. Да. Вот видите. Ещё литр будет. Вот так вот. Вот картошка уже у нас пожарилась. Теперь беру вот чабель у меня тут. Сыплю чабель сверху. Обязательно. Попробуйте хоть раз девочки. Девочки, мальчики. Попробуйте один раз. Кондари. Картошку. Кондари по-грузински. Чабель по-русски. По-гречески. Лигани. И солим. А уже солим. Все на свой вкус. Опа. Видите. Чуть не пересолила. Так. Всё. Посыпаем соли. Перемешиваем. И наша картошечка готова. И Мария моя приехала уже с занятий. С универа. Сейчас будем дегустировать. Картошку и кетчуп. В общем, вышло вот 5 литровых банок. Вот ещё. Но это пойдёт в холодильник. Это мы оставляем. И вот ещё одна восьмисотка. Вот. Это ещё горячая. А там уже мы закрутили банки. Вот видите. Смотрите. Это ещё оно горячее. А когда остынет, будет густая-густая. Вот так. Сейчас перекладываем в блюдечко. Потому что у нас уже картошка готовая. В общем, вот такая красота получается. А тут картошечка. Смотрите. Близко покажу. Вот так вот. Ну, у нас уже обед. Все, кто с нами обедает, всем приятного аппетита. Ну, на этом хочу попрощаться. Кетчуп получился вот такой, друзья, с картошечкой. Вообще. Помба. А букет, видите, ещё стоит. Он ещё будет долго стоять, наверное. Красота. Не красота. Вообще прелесть. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пожалуйста, для продвижения нашего канала. И всем пока-пока. До новых встреч.